Привет, дорогие друзья! Сегодня одна из тем, о которых я уже говорила, не буду, не буду, не буду больше их готовить. Темы, которые касаются подготовки к эмиграции, темы, которые касаются, что с собой брать, что с собой не брать, как уехать, как приехать. Получая безумное количество писем на эту тему, я стараюсь отвечать, потому что уже все существуют практически, но все темы мы обсудили, естественно, вопросы возвращаются и повторяются. На самом деле, видимо, еще не исчерпана вся эта тема мной, по той причине, что да, у меня есть видео по поводу того, что с собой брать, но меня спросили уже спустя определенное время, все-таки мы уже четвертый год, и подписчица меня спрашивает, Инна, ну а все-таки из того, что вы взяли с собой, о чем вы жалеете, что вы взяли, о чем вы жалеете, что вы не взяли, и вот в таком плане. Потом еще одна девочка меня давно спрашивала по поводу, как вы отправляли, что лучше. Опять-таки, видео уже есть. Я постараюсь в этом видео дать краткий ответ на эти вопросы, и я надеюсь, мы к этой теме возвращаться не будем, но потому что, в принципе, сказано все. Вы понимаете, все индивидуально, ну просто абсолютно все индивидуально. Почему? Потому что, ну знаете как, одному человеку ничего не нужно, второму нужно абсолютно все. Один, как сказать, любит собирать вещи, да, плюшкин такой, второй, наоборот, любит выбрасывать и минимализм. Опять-таки, все абсолютно разное. Сегодня мы живем в такой век, что найти можно в магазинах абсолютно все, и по доступным ценам, вот, и говорить о том, что вот везите с собой абсолютно все, смешно. Я вспоминаю, знаете, когда еще там в 90-х, в 80-х, в 90-х люди уезжали, допустим, в Израиль, за границу, многие отправляли контейнеры. Ну, может быть, даже в 80-х не так. В конце 80-х, больше 90-х, люди отправляли контейнеры. Значит, что входило в эти контейнеры? Люди брали с собой вот эти стенки, мебель, люди брали ковры, люди брали, ну, естественно, там, посуду. Я уже молчу про одежду и все утвари для кухни и так дальше. Сегодня это уже все себя исчерпало. Сегодня нет в этом надобности. Даже если вы абсолютно, как сказать, бюджетный человек, то есть абсолютно денег нету ни на что лишних, в принципе, нет смысла тащить с собой, ну, грубо говоря, мусор, который у вас не собирался там за время вашей жизни там, да, какой-то. Я не хочу сейчас прозвучать, может быть, грубой для кого-то, да, но понятно, что мы живем, и копятся какие-то вещи, даже если мы абсолютно по минимуму, да, там, собираем все эти вещи. Но что касается моих рекомендаций для вас, это следующее. Если вы одиночка, то вообще проблем никаких нету. Если вы с семьей, то все-таки, конечно. Первое, что я скажу, ну, с собой в дорогу вы все не возьмете. Если у вас есть возможность отправить себя друзьям или знакомым кому-то на адрес ваши вещи, допустим, самые, которые вы хотели бы, чтобы у вас были в новой стране, то отправляйте. В данном случае, как это было у нас, я, кстати, не жалею ни о чем, о том, что я взяла, и ни о чем, чего я не взяла, потому что вещей у меня достаточно мало, и все дорогие мне вещи, в общем-то, всякие видят, сувениры из разных стран и так дальше, да, я их пересылала, их очень хорошо упаковывала, очень важно сделать правильную упаковку, чтобы ничего не разбилось. У нас практически все дошло целым, буквально там в одной рамке лопнуло стекло, это не страшно, и один стакан лопнул. Стаканы очень дорогие были мне, потому что подарены были на свадьбу, мои лучшие подруги, дорогие очень стаканы, очень красивые, поэтому, в общем, у нас было их 6, стало 5, но ничего страшного, мы ими пользуемся. Значит, смотрите, если у вас есть дети, очень важно в новой стране, чтобы дети не чувствовали себя полностью, у них будет шок, они сами не будут этого осознавать, возможно, вы даже не будете этого осознавать, но у нашего ребенка был шок, мы поняли это спустя полгода, что у него все-таки был шок, он не ел первое время, он странно себя немножко вел, он в то же время вроде с нами, и все как бы хорошо, и для него, знаете, переезд в другую страну, или в другой город, это одно и то же. Поэтому, что да, его вот так вот он воспрял духом, все-таки, когда он приехал в новую квартиру, а там уже стояли коробки, нас ждали, потому что мы послали ребятам наши коробки, посылали, 14 коробок у нас было послано в общем количестве, каждая коробка в районе 20 килограмм. Посылали мы через почту Израиля, сразу я говорю, просто обычная почта Израиля, морским путем, самым дешевым, в среднем у нас обходилась посылка где-то от 100 до 150 шекелей. Делайте пересчет на свои валюты и думайте, что вам лучше. У нас было всего 14 коробок, для этого не было смысла отправлять контейнеры, да, и так дальше. Две коробки у нас были игрушки, причем, конечно, я не брала всякие разломанные игрушки и так дальше. Я брала его любимые игрушки, игрушки, которыми он играется, игрушки, которые как бы долгоиграющие, в том плане, что, например, они могут пригодиться следующему ребенку, если у нас появится на тот момент, мы еще не знали, что у нас будет. Габочка, например, которая играется абсолютно почти всеми игрушками Дошкиным. Вот. И вот что важно, это игрушки, это дети. Следующее, что бы я хотела отметить, смотрите, ну вы едете, конечно, вы не знаете, куда вы приедете, если вам есть кому ехать, сегодня практически у всех есть, ну хоть какие-то знакомые, люди с удовольствием вам помогут и приготовят вам, так сказать, какие-то первые вещи необходимости. Но если, чтобы вы сами себя чувствовали комфортно, понятно, что в первый день вы не пойдете обустраивать свою там квартиру, куда вы приехали и так дальше. Хотя вы возьмите какое-то постельное белье, чтобы у вас было одно. Я не говорю про посуду, это все я опускаю, только если есть, может, у вас какая-то любимая, там, я не знаю, ложка или какое-то там что-то любимое, пожалуйста. В основном, это детские игрушки, это, возможно, какие-то детские вещи, которые вы хотите сохранить для следующих детей, допустим, если вы планируете. Естественно, ваша одежда, естественно, ваши какие-то сувениры из разных стран, которые вы привозили, или какие-то вещи для памяти, естественно, ваши фотографии. Ну вот, возможно, вот в таком характере я бы могла это все описать. Что касается обычного бытового, то есть вот мы брали все вот такое, мы ничего не брали из бытового. Единственное, я брала у меня любимые чашки есть, из которых я кофе пила, да, вот я их взяла. Что еще? Ну, естественно, всякие сувениры были, одежду мы с собой, почти вся одежда, которая была, мы везли с собой в ручной кладе, на каждого, считайте, там было по 23 килограмма, три человека, вот так хватило, плюс мы еще подушки взяли красивые, потому что мама мне на свадьбу дарила. Две красивые ручной работы подушки, на которых мы, кстати, спали первое время, пока не пришли посылки, потому что в посылке у меня были две новые подушки, которые мы купили. Тоже нет смысла, можно пойти в Walmart за 2 доллара, самый дешевый, я видела 2 доллара подушки. Знаете, понятно, что это не пух, и там качество, может быть, говно полное, но, по крайней мере, спать вам на первое время, голову приложить, подушку за 2 доллара, я думаю, найдется у любого человека, неважно, из какой страны вы приехали. Поэтому смотрите, что касается того, что брать с собой, берите по минимуму. Почему? Чтобы вам было комфортно во время полета, это раз. Во-вторых, чтобы, ну, с другой стороны, знаете, не обязывать других людей ходить забирать ваши посылки, чтобы они у кого-то хранились и так дальше. То есть, естественно, только если это какие-то близкие друзья, которым вы чувствуете абсолютно комфортно себя попросить их вот такую, об такой услуге, в таком одолжении. Поэтому берите только лишь самое ценное, отправляйте по ссылкам, если есть возможность, к друзьям только лишь вот те вещи, которые я перечислила. Что касается уже по приезду сюда, в первое время, в первые дни даже, опять-таки, если есть люди, которые для вас помогли снять квартиру, или помогают вам снять квартиру, если вы на саблик, например, я и дети, вам люди подготовят элементарные вещи, здесь, так сказать, захламляются, как и в любом месте, очень быстро. Там какую-то постель, какую-то тарелку, чашку, ложку, это вам приготовят. Буквально на следующий день после вашего прилета вы идете в Долораму, вы можете взять там, опять-таки, никакой рекламы, да, я вам просто подсказываю, взять там те же тарелки, вилки, там какие-то блюда, стаканы, ну, то есть, какие-то элементарные вещи там помыть, чтобы там какие-то полотенечки, да, то есть, все вот это мелочевку, вот эту домашнюю можно купить. Да, это доллар. Да, один доллар, второй доллар, третий доллар, вы приходите к сотням долларам, которые вам нужно потратить. Но я не думаю, что вам это будет стоить дешевле, если вы будете везти это все с собой, или вы будете пересылать посылки со своим старым хламом, чем здесь пойдете, купите новые, вам хватит на первых 2-3 года. Буквально недавно я делала видео про силиконовые лопатки, которые я купила в Долораме, рассказывала о том, как я пришла к тому, что их нужно покупать в Долораме, потому что, несмотря на то, что мы живем здесь четвертый год, мы можем позволить себе лопатки за 20 и за 30 долларов купить. Нет в этом смысла. Качество, оно практически то же самое, и хватает их ровно на одинаковое количество. То есть, там никто не будет лопаткой всю жизнь пользоваться, да. То есть, лопатка на несколько лет покупается. Поверьте, из Долорамы вам хватит лопатки на 2-3 года. То есть, как бы вот в таком ключе. То есть, из Долорамы вы купите все, что вам необходимо, на первое время, там, тарелки, чашки, вилки, ложки, ножи, там, и так дальше. Для первых, там, года жизни даже. Потом, опять-таки, не забывайте, как я уже говорила тоже в одном из своих видео, я всех их прикреплю здесь. Есть у нас Second Hand, есть через e-mail, ну, через, я имею в виду, через интернет, ки-жи-жи, да, там вот этот вот Second Hand сайт. Магазины Second Hand, которых, ну, по крайней мере, по Торонто, которые одинаковые и в Торонто, и в Монреале. Это Village de Valor, это Village Color Village, оно так называется. Дальше, Army de Salud, это Salvation Army. То есть, это такие, межамериканско-канадские компании. Поэтому, как бы, понимаете, ребята, это вопрос вашего личного подхода. Со временем, опять-таки, та же Ikea, вы все можете купить. То есть, я знаю буквально ребят, которые еще приехали сюда, там, скажем, чуть меньше, чем 4 года назад, они контейнер из Израиля отправляли. Чтобы вам сказать сильно, там было у них что-то ценное, нет. Обычные те же все хламье, тряпки, но они, грубо говоря, просто взяли, скинули весь свой дом в контейнер. То есть, они даже кровать из Ikea везли, они везли диван, то есть, все ребята абсолютно все везли с собой. С одной стороны, да, ты говоришь, окей, мне это будет выгоднее, потому что мне ни одной копейки не придется потратить при приезде в Канаду, у меня будет все свое из дома, все мое абсолютно. Но вам нужно узнать, выгодно ли вам брать этот контейнер. Или, может, вам вообще ничего брать с собой не нужно, чтобы хлам с собой не везти, допустим. Потому что та же Ikea с теми же ценами абсолютно, она и здесь есть. То есть, вот я вам говорю наш пример. 14 коробок, 3 сумки, одну мы купили еще сумку, мы за одну заплатили 60 долларов, сумку, 60 шекелей, я не помню, 60 чего-то. Наверное, 60 долларов я бы не заплатила за сумку, наверное, 60 шекелей стоила еще одна сумка, мы взяли. Все, у нас 4 сумки, 14 коробок у нас здесь в Канаде ждало. То есть, 11 приехало до нас, и 3 уже мы получали здесь, последние, которые ушли. Все, то есть, как бы, не напрягайтесь по этому вопросу, а вот что с собой брать, а вот как, вот что. Все, что я взяла, конечно, я пользовалась. Но даже вам честно сказать, все, что я вот брала, допустим, там, салат рубить, там, на кухню какие-то вещи я брала, это вообще не нужно. Ну, все, все можно купить и приобрести, поэтому, ребята, абсолютно там нет. Вот я хочу сказать для израильтян, для девушек, многие слышат, вот, нету таких тряпочек, саму как пол вытирать, нету. Да, в обычном магазине нету, но есть куча других магазинов, сетей, которые продают вот эти все израильские товары, вы можете прийти все эти тряпки, саму купить, все, что вам нужно в вашей душе, все есть. Нет смысла ничего вести. Да, конечно, первые дни вы не купите себе все, но потихонечку вы начнете работать, через месяц, два, вы сможете купить все понемножечку, накопить. Поверьте мне, здесь люди захламляются так быстро, просто я не верю, что мы живем здесь четвертый год, мы захламились так, как я в Израиле за 15 лет не захламилась. Вот я вам клянусь. С одной стороны, в Израиле последние 4 года мы понимали, что мы как бы уезжаем в Канаду, поэтому мы не покупали ничего, мы не принимали ничего ни от кого, и у нас, мы жили достаточно, более чем скромно, то есть вплоть до того, что уже спали просто на матрасе без кровати, там диван мы продали, мы сидели на полу, то есть это длилось последний год, то есть полный дискомфорт, ну в том плане, что не было смысла, зачем это все копить, потому что потом это была съемная квартира, потом от этого как-то нужно избавляться. Я последние 2 дня просто позвонила парню, с которым я была вот так на связи, я ему изредка давала какие-то donations, какие-то пожертвования вещей, игрушек, вот такого, и он просто приехал, вывез всю мою квартиру, практически, и то не все, он, во-первых, физически не мог все уторабанить, хотя бы он с удовольствием это сделал, с другой стороны, что-то, естественно, все, что я могла продать, я продала, все, что я не могла продать, я пожертвовала через этого парня, и даже какие-то там пару вещей остались еще в квартире, вот, я вам демонстрирую сразу тут фотографии, какие-то, которые у нас были, поэтому сройтесь, не набирать всех вещей, здесь вы успеете захламиться, вот этим всем, не переживайте, абсолютно есть люди, которые всегда отзовутся и помогут вам, и бесплатно вам дадут какие-то вещи, вот с этим здесь всем нет проблем, поэтому лично мой, еще раз я вам повторю, совет, рекомендации, если есть дети, обязательно детские игрушки, чтобы они себя комфортно чувствовали в новой стране, в новом доме, но со своими игрушками, это для детей очень важно, какое-то постельное белье, чтобы у вас было более так комфортно, что все-таки тоже свое белье, и вы сразу можете его постелить, неважно, где вы будете жить, на съемной квартире у кого-то, и там из друзей, или так дальше, то есть вам это будет комфортно, вещи, которые вы с собой берете, берите с собой в ручную кладь, то есть все вещи, потому что опять-таки на всю жизнь не наберешь, достаточно теплых вещей, если вы планируете зиму, вы не сможете купить, скажем, у себя на родине, здесь в Канаде есть, здесь есть скидки бесконечные, есть бесконечный вэрхаус, где есть распродажи, можно все это приобрести за копейки, иногда не за копейки, но неважно, вам не стоит везти с собой теплые вещи, берите самое лучшее, что у вас есть, допустим, свитер какой-нибудь, если у вас есть хороший, или там, не знаю, брюки какие-то хорошие, или туфли какие-то шикарные, это можете с собой взять, а так, чтобы вот прям все со шкафа вытряхнуть в сумку, и сказать, у меня нет места, нет, не надо это делать, поэтому вот так, все берите по минимуму, старайтесь выделить какой-то бюджет на первое время, чтобы вы могли купить себе, допустим, все необходимое, какую-нибудь кухонную утварь, какую-то одежду, может быть, какую-то мебель, смотря, опять-таки, где вы будете жить первое время, это все зависит, вот, если вы меня спросите, сколько с собой брать, ну, я могу вам сказать, что в среднем, ну, рассчитывайте, скажем так, выделите тысячу долларов, для вот этих вот мелочевок всяких, на первое время, это вам хватит вот так вот, чтобы, ну, как бы обустроиться, даже с учетом того, что вы сможете в секонд-хенде, или через вот кижижи сайт, купить что-то, какую-то мебель, со вторых рук, может быть, что-то новое, опять-таки, все по запросам, я вам говорю, по минимуму, да, если вы такой бюджетный иммигрант, у вас рассчитана каждая копейка, ну, вот, как-то в таком ключе, потому что, поверьте, отправлять посылки, отправлять вообще контейнеры, забудьте, вот, опять-таки, если мы говорим про бюджет, если у вас есть много денег, у вас есть шикарные вещи, и все такое, вы можете позволить себе контейнер, но если мы говорим про самую такую, среднюю статистическую семью, это вам все не нужно, выделите себе тысячу долларов, на первое время, и живите по минимальным запросам, а там жизнь, она раскручивается очень быстро в Канаде, ребята, кто с большими желаниями, с большими амбициями, очень быстро устраиваются, начинают зарабатывать хорошие деньги, и потихонечку, поверьте мне, у вас пойдет, купите и стол со стульями, и диван шикарный, и кровать, какую вы хотите, и для детей, все, что вы хотите, в их детские комнаты, и, ну, в общем, телевизор, и тумбочки, пожалуйста, это все здесь бесконечно, поэтому, как-то так, в таком ключе, я надеюсь, что, в принципе, я ответила на все вопросы, здесь эта тема иссякнет, я прилагаю сюда все видео, которые были связаны, вот, с тематикой обустройства в первое время, и я желаю вам удачи, ребята, едьте налегке, с легкой душой, с легкими сумками, с легкой головой, все придет, все будет, поверьте мне, желаю вам удачи, спасибо, что смотрели, пока-пока.